Водохранилище реки Содышко большое. Даже после ледостава на остальных водоемах без течения, здесь можно уйти под лед. Но рыболовы на зимнюю рыбалку уже вышли. Любители подлодного лова уверены, что никаких угроз на водоеме нет. Когда встает лед, ну как все рыбаки на начальном этапе имеют пешню. Такой, знаете, заточенный лоб рыбацкий. Если вдруг приспешил на рыбалку, я к этому прудишку ухожу и пробую наличие льда. Если вот эта самая пешня пробивает лед с одного удара, значит выходить нет никакого смысла. Сотрудники ГИМС совместно с Управлением гражданской защиты города Владимира в рамках месячника безопасности на водных объектах сегодня проверяют опасный водоем. Толщина льда на водохранилище измеряется уже в пробуренных лунках. Сегодня рыбакам бояться нечего. Лед толщиной уже чуть более 10 сантиметров. Выход на замерзшую гладь водоема совершенно безопасен. Но с целью профилактики рыболовам все равно выдают листовки с правилами поведения на водных объектах. Доводим до рыбаков, которые здесь находятся, меры безопасности, меры предосторожности выхода на лед. В настоящее время, на сегодня я могу сказать, что толщина льда составляет здесь на содушке, в этом месте не менее 10 сантиметров. Поэтому в соответствии с методическими рекомендациями рыбаки могут выходить и имеют право выходить, когда толщина льда не менее 7 сантиметров. Рыбаки рассказывают, что сегодня здесь клюет плохо. Выходные народу здесь битком, поэтому сотрудники ГИМС регулярно контролируют безопасность рыбаков. На данный момент на содушке реальную угрозу представляют только место около водосброса, а также прибрежная зона с камышами. У нас группа патрульной службы осуществляет ежедневное патрулирование. Инспекторское отделение, соответственно, в выходные дни. То есть это массовый выход. Сегодня, вы видите, погодные условия не позволяют. Рыбаков не так много на водном объекте. А в выходные дни, конечно, очень много любителей, желающих порыбачить. И активную профилактическую работу среди населения проводим, чтобы знали. Раздаем памятки, листовки и напоминаем основные правила поведения на водных объектах. В рамках месячника безопасности основной упор ведется на подрастающее поколение. Чтобы под лед не попали малыши, в школах и детских садах проводятся познавательные беседы. Хоть основная масса несчастных случаев приходится на осень и весну, сотрудники ГИМС все равно просят жителей, собираясь на лед зимой, не забывать о средствах спасения, которые в критической ситуации помогут остаться в живых. Константин Миронов и Артем Горчаков. Шестой канал.